Всем привет! Меня зовут Инесса и в этом видео я вам расскажу немножко о том, как я снимаю свои видео. Если вам это интересно, то оставайтесь со мной до конца. Итак, я уже на YouTube примерно 2 года и 1 месяц. Первое свое видео я снимала на свой старенький смартфон. Особенно марка у меня идет LG. Конечно, качество там не превосходное, но мне было удобно снимать на телефон, потому что я хотела видеть себя. Потом, через какое-то время у меня появилась привычка снимать видео. И я решила снимать уже видео на маленький цифровой фотоаппарат. Также я иногда могу снимать на iPhone. У меня идет тоже старая модель iPhone. Это идет пятый iPhone. Но качество там хорошее и мне достаточно нравится снимать на него. Но вот проблема в том, что иногда не хватает памяти. Также я знаю то, что очень много людей в Америке начинали снимать свои первые видео на iPhone. То есть также на четвертый, на пятый, на шестой, на седьмой. Поэтому, если вы снимаете на телефон, то это тоже неплохо. Но, конечно, вы знаете, я немножко не могу понять о том, как люди монтируют в телефоне. Мне кажется, это настолько скрупулезно, это настолько вот долго и тяжело редактировать на телефоне. Потому что есть иногда вот такие вот кляпы, да, когда ты там зевнул, чихнул, кто-то пришел. Какие-то вот там посторонние звуки вот с улицы. И их просто надо вырезать. Я думаю, о боже, как эти бедные люди вот редактируют на телефоне. Я вот не знаю. Напишите мне в комментариях, кто вот пользуется через редактор на телефоне. Потому что у меня сестренка тоже стала монтировать маленькие видео на Instagram. И я вижу, насколько это много занимает время. Свой монтаж я делаю на компьютере, на ноутбуке. Делаю я его через бесплатную программу. Программа называется Шутка от Pro. Конечно же, мне хочется иметь качественную программу для монтажа. Например, как Premiere Pro, либо же Movavi, либо же есть такая, знаете, встроенная программа. Она уже идет в Apple'овском MacBook'е. И люди говорят, что это очень крутая программа. И вот пользоваться ей одно удовольствие. Конечно же, в скором будущем я очень хочу поменять свой старенький ноутбук на новенький ноутбук. Чтобы знать, что скорость на ноутбуке была лучше. Чтобы операционной системы было больше. Кстати, вот такие тонкости, которые мне не хватают сейчас. Потому что, когда я монтирую видео, у меня иногда немножко компьютер зависает, долго думает. И вы знаете, вот честно, это настолько смущает просто. Как говорится, то, что нужно довольствоваться малым, то, что ты имеешь на данный момент, и делать с тем, что ты можешь делать сейчас. Вот на данный момент я имею такую технику. Поэтому с такой техникой я и работаю. Хотя мне мой муж предлагает иногда работать на его компьютере. Но мне это настолько неудобно, потому что там все идет на французском, на арабском. И немножко все как-то по-другому. И клавиатура не та. Поэтому я предпочитаю работать на своем стариком ноутбуке. Ну, потихоньку, потихоньку, как черепашка, я двигаюсь к своей цели. Сколько времени у меня уходит на монтаж? Каждый раз это по-разному. Иногда это занимает от часа, иногда три часа. Иногда я могу делать монтаж несколько дней. И в день я уделяю примерно два-три часа. Иногда и пять часов монтажу. Поэтому все зависит от самой темы видео. Что внутрь я видео закладываю. Либо если я снимаю какой-то мастер-класс по пошиву. Вот я, честно, не люблю монтировать такие видео. Поэтому я и стараюсь снимать такие видео пореже. Потому что на монтаж я трачу очень много времени. И вот знаете, там слово к слову вот так вот все это подставляешь. Чтобы, ну, текст и речь была красивая. Немножко поговорю о музыке. Где я беру музыку для своих видео? Музыку я в основном скачиваю из ВК. Там есть специальная группа, называется музыка для видео на ютюбе без авторских прав. Это очень классно, очень удобно. То, что вы можете скачать музыку, где-то вот подставлять к себе видео. И при этом вы будете не нарушать авторские права. Также в самом ютюбе есть уже своя фонотека. Где вы можете выбирать музыку. Но я ей пользуюсь крайне-крайне редко. Потому что меня устраивает накладывать музыку уже в сам процесс монтажа. Потому что где-то я регулирую громкость музыки, где-то я ее вырезаю. Поэтому я это делаю все в своей программе. Вот этой вот шуткой. Заставки на свои видео я делаю в онлайн-версии программы, которая называется Canva. В сайте www.canva.com Этот сайт мне очень сильно нравится. Там очень много классных, милых картинок. Там есть всякие эмоджи, всякие заставки, всякие какие-то милашние картинки. В общем, мне безумно нравится пользоваться этой вот программой. И, конечно, есть какие-то там определенные смайлы, эмоджи, за которые надо платить около одного доллара. Но я никогда этим не пользовалась. Меня все устраивает бесплатно. Если где-то мне надо, то я просто скачиваю с Яндекса, где-то отрезаю через фотошоп. И я добиваюсь того эффекта, который мне нужен. Если я хочу обрезать свою фотографию и вот так вот наложить какой-то цвет вокруг себя, то я пользуюсь программой фотошоп. Есть такая функция магнитное лассо. Я, получается, полностью себя вырезаю. Потом я карандашом обвожу, выбираю цвет, который мне надо. И сохраняю все это в формате PNG. Чтобы картинка была без фона, бесцветная. Я сразу ее накладываю на тот фон, который мне нужен. И уже все смотрится красиво и готово. В мае я видео в основном при дневном освещении. Я сажусь вот так вот напротив окна. Также я включаю свет, и поэтому в моей комнате всегда должно быть светло. Конечно, вы знаете, я безумно-безумно хочу приобрести вот такие вот специальные лампы, софтбоксы. Потом есть вот такая вот круглая лампа, когда ты вот так стоишь, разговариваешь. И это освещает твое лицо красиво. Я безумно хочу всю приобрести эту технику. Но так как я живу в Тунисе, и там с Алиэкспресс доставка безумно дорого все обходится. Поэтому я жду того момента, когда я приеду в Казахстан и накуплю себе всякой разной техники. И буду снимать классные, крутые видео при очень хорошем освещении. Как я работаю над шумом в своих видео? Во-первых, я снимаю при закрытых дверях. У меня все закрыто. Стараюсь всегда снимать то, что не было бы шума на улице. У меня здесь мечеть рядом меня. Поэтому я прекрасно знаю, в какое время у меня будет азан из мечети. И я вот в этот промежуток всегда стараюсь подстраиваться, чтобы вот снять до мечети, либо после мечети. Потом, если бывают такие, знаете, ситуации, когда приходят к нам родственники, и они все сидят на первом этаже, и у нас безумное эхо в доме, и это настолько все шумно. У меня, знаете, есть такое видео, как стать дизайнером одежды. И вот в этом видео, если вы посмотрите на мою мимику, на мои жесты, как я общаюсь, да, вы поймете то, что я хочу перекричать шум. У нас были гости после какого-то праздника, и получается, я не знала то, что они придут, и я уже приготовилась к съемке. И я уже не могу отменять съемку. Вот мне надо сейчас вот снимать, чтобы монтировать и выкладывать на YouTube. Поэтому мне пришлось вот просто практически кричать в видео, чтобы вот перекричать своих гостей. При этом я наложила музыку на задний фон, чтобы вот немножко притушить их голоса. И мне в комментарии кто-то написал то, что, ой, да это колхоз, типа, то, что ты наложила музыку, то, что ты мешаешь там подписчикам слушать тебя. А я, знаете, так хотела сказать, то, что, о боже, знали бы вы, в каких условиях я снимала это видео, то, что у меня полон дом народу, и вот мне надо было всех вот это перекричать. Это было настолько прикольно, потому что, знаете, вот это село в моей памяти. Знаете, можно в монтаже голос немножко свой усилить, иногда я и к этому прибегаю. Поэтому всегда можно найти выход из любой ситуации. Хотела бы сказать, то, что в основном я загружаю все свои видео тоже через компьютер. Я вообще не пользуюсь телефоном. Вот единственное, только отснять и все. А так я всю съемку, вот и весь монтаж, весь процесс, описание, вот когда я выбиваю хэштеги, теги, описание, и все делаю через ноутбук. Пользуюсь я вот через компьютер, поэтому мне это все очень нравится. Поэтому берите себе что-то на заметку. Когда я начинала снимать свои первые видео, мне было безумно страшно, и я ничего не знала. И мне, конечно, в помощники приходили видео от Кати Клэб, Маши Уэй и Саши Спилберг. Такие вот известные личности на русском ютубе. Я думаю, что вы все их знаете. Поэтому вот ищите информацию, всегда вот находите что-то новенькое для себя, чтобы эволюционировать, как человек эволюционировать в своих видео. Я тоже очень многому еще хочу научиться в плане монтажа, в плане каких-то тонкостей. Поэтому давайте учиться вместе, пишите мне ваши комментарии, я буду вас читать. Поделитесь со мной своим опытом, как вы ведете свой канал, как вы работаете, через какие программы, на что вы снимаете. Мне будет безумно-безумно приятно вас почитать и взять что-то новенькое от вас для себя. Поэтому я вам всем желаю хорошего настроения, всего самого лучшего и всем пока-пока! Продолжение следует...